всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать что я раскрасила за месяц ноябрь и надеюсь что у меня получится это сделать потому что у меня проблемы с телефоном у меня экран полосит его случайно уронил и меня полностью внутри дисплей начал полосками такими поэтому я не очень хорошо вижу на камеру но видео снять все таки я хочу вот поэтому надеюсь что вам будет видно все и никаких проблем с этим не будет и хочу начать показывать с этой раскраски это хана карлсон рассветный час как вы уже поняли я здесь раскрашиваю вместе своей подругой из одного города с моей одногруппницей мы с ней периодически раньше раскрашивали его сейчас но вы решили возобновить раскрашивание вот поэтому хочу вам показать то что мы с ней раскрашивали во первых это вот такая вот иллюстрация я вам показывала в хобби влоге и и я выполнила здесь акварелью акварелью обычный детской луч вот и тут ну полностью все выполнено акварелью еще вот тут меня немножко блестящей ручкой выполнено к сожалению не видно я снова прошу прощения потому что вот это чудище который тут находят семью в общем не знаю что-то переклюнет когда начинаю снимать видео так вот я сюда еще добавляла немножко белой гелевой ручки не знаю видно ли не видно в общем на на кристалликов вот и фон полностью сделан акварелью следующая наша покраска была это вот такая мандала я ее решила сделать простенькой поэтому насти если ты смотришь это видео в общем я вот так вот решила сделать вот ну и в принципе мне нравится мое цветовое извините то не слышно вообще и пытаюсь это двинуть в общем вот таких вот оттенков я решила раскрасить фиолетово с синих и немножко добавляла вот вот такой вот ангелевую ручку с блестками и последняя иллюстрация это вот такие вот фонарики здесь раскрашивала карандашами кофе нормандалуз вот здесь вот сразу этим далее раскрашивала фон это водорастворимой мелкие тройл тэнс и здесь я раскрашиваю карандашами берлинга вот так что вот такие у меня работают раскраски получились как огонь раскрашивать я до сих пор не умею поэтому приблизительно что-то такое я изобразила вот такие там я работаю в этой иллюстрации так следующее у меня иллюстрация вот в этой раскраски она небольшая это вот такой вот мышонок я снимаю блужку то она мешает вот такой вот мышонок надеюсь видно вот сфокусировал немножко надо было здесь еще добавить немножко белой гелевой ручки но я что-то как-то не посчитала нужным и решила оставить так я потихоньку заполняю вот эту вот раскрасочку вот этот разворот первым не было такой вот лягух раскрашивала карандашами берлинга а вот это я раскрашивала карандашами брод фонар вот как вы уже знаете кто смотрел мое видео у меня карандаши попались 50 процентов с браком и они у меня каким-то прозрачным в общем каким-то прозрачным вкраплением они у меня царапают вот поэтому что-то такое глобально раскрашивать этими карандашами я не могу но вот какие такие миниатюры в принципе неплохо но даже на них вот это вот корябанья тоже ощущается к сожалению далее работа пойдут попроще уже и в конце вам покажу уже свою более заполненную раскраску но сейчас я хотел бы вам показать просто то что я раскрасила на работе в свободное время так этот раскраска как-то спать и что-то я не сделала закладку а ну вот в общем вот эти вот кактусы я решила раскрасить раскрашивала я фломастерами которые там не в саду были вот и никаких и карандаши не добавляла просто так вот раскрасила и все возможно тут еще надо было сделать фон но мне как то же времени не было но в общем именно вот так вот у меня раскрашена эта работа и я тоже потихоньку заполняю эту раскраску и в принципе меня все устраивает мне дальше покажу вам раскраску по номерам том 7 дисней здесь у меня раскрашена вот такая вот эльза конечно мне почему-то тяжело было ее раскрашивать не знаю почему очень тяжело подбирать цвета здесь сначала начала раскрашивать фломастерами а потом уже начала раскрашивать я карандашами я взяла здесь и призмы а потом здесь я раскрашивала брутфундерами вот поэтому вскоре пополам я ее как-то раскрасила но в принципе в целом смотрится как ну вроде бы как нормально тоже потихоньку я заполняю эту раскраску дальше я раскрасила ковартроник одну иллюстрацию сейчас она ее покажу это вот такого тукана здесь раскрашивала карандашами брат фунер вот у меня вот такой вот получился да есть конечно меня много тут ну белых проплешин вот потому что даже в раскраске по номерам этими карандашами раскрашивать очень тяжело вот так что вот такой вот у меня результат но в принципе цвета мне понравились здесь неплохо себя вели последняя моя раскраска по номерам который бы хотел показать что раскрасила это вот вроде панда из раскрасила сейчас он не покажу да да вот она это панда решили раскрасить вот в этих натуральных цветах и и вот тоже раскрашивая на работе начала и закончила дома вот такая милая панда получилось мне понравилось эту раскраску раскрашивать очень легко и она достаточно вот так вот простенько всегда не идет правда тоже пока вторая иллюстрация но все равно мне вот прям очень нравится раскрашивать по вот этим треугольникам если есть какая-нибудь такая раскраска по номерам тоже связано с геометрией то посоветуйте мне пожалуйста потому что это очень прикольно правда прям понравилось мне вот так вот раскрашивать но помимо цветового квеста и может быть еще что-нибудь есть такое и последнее что хотел бы вам показать это раскраску хана карлсон дневные грозы я ее в этом месте закончила я этому очень рада и здесь у меня иллюстрации достаточно такие для меня красивые хорошие есть конечно пару иллюстрации которые я делала не на отвали а просто вот потому что хотела расслабиться потому что хотел отдохнуть потому что последнее время у меня ситуация случаются не очень сплошные расстройства поэтому так получалось что я брала раскраску и просто вот как-то вот красила чтобы душа отдыхала для этого я использовала не мандалы и узора а именно вот раскраску дневные грези вот поэтому не все иллюстрации вам покажутся очень такими красивыми аккуратными хорошими но хочу сказать вам что я здесь не одну работу на отвали не делала вот а делала вот как вот велит сердце грубо говоря и когда я заканчивала раскрашивать иллюстрацию я чувствовал себя вполне отдохнувший от суеты которая которая меня к сожалению касалась и первыми иллюстрация который раскрасила в этом месяце это вот такая вот там вот такая вот в общем с домиками здесь у меня использована карандашу как и нормандулу с размытием использовала также белую келевую ручку и гуашь вот это вот которая свет светлая пастельная не очень помню как она же называется но думаю вы прекрасно поняли здесь я раскрашивала почти по порядку так что я пойду вам по стикерам следующее у меня вот такие вот девушки я не знаю почему именно в такой цветовой палитре я раскрасила правда не знаю я ни у кого ничего не смотрела мне было достаточно сложно к ней приступить потому что во первых здесь у меня вот видите вот такие вот пятна они мне проступили потому что там у меня было раскрашено фломастерами и я и они у меня вот к сожалению немножко протекли раскрашивая здесь полосы акварелью обычный и здесь тоже акварелью по поводу лиц вы не смотрите потому что я не особо люблю раскрашивать лица кожу и так далее вот поэтому я раскрасила пастельный гуашью просто так вот затонировала это знаете эффект как будто бы девушка слишком много намазала тоналки на себя и вот так вот ходит по улице вот это в общем не совершенно то же самое здесь у меня используется еще блестящие ручки крау что здесь что здесь вот так вот они поблескивают и в общем на украшение что здесь что вот у нее в принципе в целом смотрится нормально мне понравилось он даже как то такой вот 3d эффект сделан вот но и фон у меня разумеется акварель вот такой дня почему-то захотелось использовать зеленый фиолетовый цвет вот и в общем ну в общем вот так вот у меня получилось вот и следующий у меня иллюстрация и там вот такие вот птички с замком это я себе устраивала челлендж чтобы заканчивать мне раскраску и решил вот такие вот красно-красно-черно-серые оттенки использовать мне прям безумно понравилось и и здесь у меня также использована металлик золотистые ручки ручки чтобы раскрасить вот этот ключик следующий у меня иллюстрация это вот такая вот у меня не знаю я называю ее русалочка потому что она как бы под водой вот очень тяжело было ее раскрашивать потому что у меня во первых она была начата мне раскрашивала ее подруга в самом начале вот все эти раскраски и я ее оставила практически на самый последний момент но раскрашила я ее не предпоследний а почти предпоследний а почти предпоследний раскрашивала здесь и акварелью и карандашами и еще немножко вроде по какой-то ручкой они здесь не ручки это мне здесь просто маркер металлик вот здесь вот используем ну и в принципе все вот так вот вышло здесь у меня также а нет здесь у меня даже карандаш и карандаш им здесь использована вот такая у меня бледная она получилась но борщить цветом интересным я не хочу потому что у меня иначе получаются какие-то бабки ешки по макияжу вот так что в целом меня в полностью мой вот этот разворот устроил следующая картинка вот этот с котенком была тоже в моем челлендже мне она очень понравилась в каких вот цветовых палитрах она выполнена мне понравилось как я раскрасила котенка как я раскрасила кристаллы пчелков он в общем тут мне нравится абсолютно все я очень тут старалась и надеюсь это видно потому что у меня не так часто бывает хорошее настроение на вот что-то вот подобное поэтому правда я безумно рада что у меня получилось именно вот так вот как получилось вот здесь вот мне еще видите поблескивает это перламутровая гелевая ручка какая-то коричневая вроде бы вот так что такая иллюстрация но и вот у меня здесь тоже блестит и здесь у меня белой гелевой ручкой так следующее у меня иллюстрация вот такая вот это вообще на те иллюстрации когда у меня было не очень настроение решила в общем расслабиться и раскрасить именно вот водорастворимой пастелью от royal talents вот ну а здесь у меня просто раскрашены фломастерами и фон у меня от royal talents сразу мытьем так следующее у меня вот это корона которую я раскрасила тоже в своем челлендже здесь я раскрашивала фломастерами и немножко добавляла такой перламутровые гелевые ручки и фон у меня сухая пастель так следующее у меня вот такие вот птички красивые получились раскрашивались полностью акварелью мне правда понравился разворот да у меня такой получился простенький но у меня сам сама идея заключалась в том то что вот эта вот главная птичка она такая цветная и когда птички садятся к ней то они получают непосредственно свой цвет который находится в этой птичке в общем идея мне пришла в голову так неожиданно внезапно в общем я не знаю понравилось вам идея или не понравилось конечно можно было еще доработать сам каким-нибудь ручками но я не стала вот поэтому вот такой у меня получился разворотик с птичками я его такой такой день у кого не видела в принципе и решила вот сделать возможно можно было вот эту птицу сделать как-то поярче но я не стала я захотела то полностью раскрасить красками следующая моя любимая иллюстрация это вот этот ворон раскрашивались карандашами брут фунер хочу вам сказать честно я очень намучилась с этой иллюстрации потому что карандаши отдавали неприятный пигмент прозрачный мне все царапалось особенно обратите внимание на фон он сделал меня карандашами я думала что у меня получится по типу как раскрашивать карандашами призмами но я ошиблась в целом результат мне нравится как мне здесь получился но связи с тем что у меня вот эти карандаши они с браком приехали было конечно неприятно это все раскрашивать как цветочки у меня получились мне понравилось такие нежные достаточно в то же время и листочки яркие ворон или там ворон у меня получилось сначала я раскрасила фломастерами а потом я дорабатывала карандашами вот так вот у меня в целом вышло а вот эти вот еще у меня круги вот такие вот по типу фона боке это у меня в общем перламутровые они перламутровые а гуаш пастельных оттенков которые вот я просто кисточкой брала и вот постепенно начала вот так вот круги делать эффект мне понравился прикольно вышло дальше здесь у меня раскрашена карандашами металлика из бурт фонар мне понравилось как они себя вели дальше здесь я использовала карандашик ахинар мандалу с размытием и фон тоже мне карандашик ахинар мандалу с размытием и также добавляла белую гелевую ручку на фоне мне понравилось как то иллюстрация у меня вышла и я прям очень даже старалась вот так дальше следующий он не идем по стикерам вот здесь вот где-то да вот такой петушок золотой гребешок у меня получился хотя гребешок у него от них не золотой а синий я не знаю почему в общем я решила раскрасить его в таком вот цвете полностью причем не знаю правда вот как-то мне так привиделся раскрашивались карандашами кахинар мандалу с размытием и с размытием и фон у меня здесь мелкий от royal talents тоже с размытием вот так как мне прелесть получилось результат мне понравился ничем я больше не дорабатывала белую гелевую ручку я как-то боялась испортить его дальше следующий у меня иллюстрация вот такая девочка чем-то она похожа на дюймовочку потому что она держит в руках вот что-то наподобие ласточки но все-таки это меня какая-то другая девочка потому что я решила раскрасить полностью вот такой вот в палитре здесь у меня сиреневый мятный серый какой-то цвет в общем вот решила вот в одной палитре раскрасить и в принципе ничего так задумка у меня получилось и фон у меня здесь тоже карандаши карандаши это да это тоже брутфунер я брутфунерами раскрашивала сгладить фон у меня не получилось потому что у меня отдавали тут у меня вообще таки вот царапания от пигмента к сожалению это не видно я вам тоже показать не могу потому что повторюсь у меня камера плохо показывает и поэтому я даже не знаю расплыв что видно ли не расплыв что но вроде бы как не расплыв что поэтому очень вас прошу напишите просто в комментарии какое качество видео плохое или более менее такое нормальное вот потому что очень хотелось мне с вами поделиться этими работами вот на проблема у меня с техникой сегодня я надеюсь я там свою свой телефон мастеру и мне починиться за один-двое суток вроде бы сказал где-то так но возможно дня дня три не смогу снять полностью обзор на раскрашенную эту раскраску в общем последнее у меня разворот этого такая вот девушка тоже очень тяжело мне далась эта работа но в принципе мне понравилось как получилось вот такой у меня зеленый и зеленоватый болотистый фон раскрашивались карандашами берлинга дайте раскрашла карандашами берлингу полностью практически точнее и здесь у меня выполнена акварелью волосы также мне выполнена акварелью лицо вот это вот акварели телесные у меня в моей в моей новой акварели от луч там такой вот в пастельных оттенках есть телесный цвет и мне прям понравилось как получился даже пример что-то по типу носа и раскрасить точнее нарисовала и вот такую змею раскрасила желтым цветом и также дорабатывал здесь карандашами берлинга в общем вот такая иллюстрация в целом получилось и немножко добавляла здесь блестящей гелевой ручки на вот этих вот кружочках ну и в конце в конце я раскрасила вот так вот вот это вот конечную раскраску господи иллюстрацию вот и в принципе на этом все раскраска у меня закончена будем показывать вместе с еленой с канала live не лайм извини если я неправильно произнесла но вроде бы правильно в общем я предложила одновременно выпустить видео на законченной раскраске и мы тогда укажем друг другу ссылку то есть лена выпустит на своем канале и укажет видео укажет ссылку на видео моего канала а выпущу я видео и я укажу ссылку на ее видео законченной раскраской вот чтобы вам было удобнее посмотреть кто как раскрасил потому что вроде бы раскраски одинаковые иллюстрации там все одинаковые но как это можно раскрасить по-другому то тоже очень даже интересно поэтому заканчиваю сейчас раскрашиваю снимать видео надеюсь вам что-то из моих работ все-таки понравилось я не зря в этом месяце раскрашивала все таки вот и так что увидимся в следующем видео всем большое спасибо за просмотр всем удачи не болейте берегите себя и своих близких пока пока